Коронавирусная инфекция не сдаёт позиции. В Югре развертывают дополнительные площади для лечения пациентов. В Нижневартовске после перерыва вновь открыли обсерватор. Он расположен в здании гостиницы и круглосуточно принимает всех, кто вернулся из эпидемиологически неблагополучных стран или регионов. В красной зоне Нижневартовская окружная больница увеличилась количество пациентов. Причём не всегда это пожилые люди. Репортаж Жанны Кузьминой. Каждое слово Елизавете, пациентке ковидного госпиталя, даётся с трудом. Ей до сих пор подают кислород, чтобы она могла нормально дышать. Но даже в таком состоянии женщина спешит предупредить других не совершать допущенных ею ошибок. Если бы у вас раньше была возможность привиться до ковида, вы бы это сделали? Сейчас, да. На данный момент, сейчас я говорю полностью, что да, я бы привилась. Потому что это очень страшная болезнь. Количество пациентов в красных зонах югорских больниц за последний месяц значительно увеличилось. В реанимационном отделении Нижневартовского ковидного госпиталя больше 30 человек с обширным поражением лёгких. Практически каждый подключён к ИВЛ. И ни один из этих пациентов не был привит. У нас лежит пациент в реанимации, который на сегодняшний день на больших потоках кислорода. Я к нему захожу на обходе в реанимацию. Я спрашиваю, вы прививались? Нет. Вы маску носили? Нет. Почему? Я в ковид не верю. Хорошо. Сейчас вы в реанимации находитесь? Вы в ковид верите? Вот и всё. Это подход наших жителей к своему здоровью. Новый штамм вируса Дельта, который уже зафиксирован в Югре, отличается высокой скоростью течения болезни в среднем 4 дня и тяжестью осложнений. И что ещё немаловажно, он поражает молодых. Средний возраст пациентов уже не 60+, а на 20-30 лет меньше. Увеличилось количество пациентов молодого возраста. От 20 до 35 лет будем считать. То есть таких пациентов стало больше. Некоторые из них уже погибли. Молодые люди. Относительно здоровые. На сегодняшний день в Нижневартовске привиты чуть меньше половины всех жителей. 49%. Для создания коллективного иммунитета нужно, чтобы провакцинировались 60% горожан. Но очередь в прививочные пункты, которая собиралась там ещё недавно, иссякла. Медики часто слышат, что прививка не спасает от вируса. В госпитале действительно есть вакцинированные пациенты. Но их всего несколько человек против сотен тяжелобольных, отрицающих прививку. Они вот некоторые предъявляют жалобу. Вот зачем я вакцинировался, я всё равно заболел. В таких случаях я им всегда говорю. Это гарантия того, что ваше заболевание протекать будет более благоприятно, если вы не уйдёте в отделение реанимации. В регионе снова задумались об ужесточении временных ограничений. Свои рекомендации до конца недели должны озвучить специалисты Роспотребнадзора. Медики, в свою очередь, призывают в сложный эпид-период не отказываться от масок и носить их даже тем, кто привился. Жанна Кузьмина, Альдар Ибрагимов, Вести Югория, Нижневартовск.